Ну, давайте сделаем очень легкий расчет. Вы можете легко расчетить. Речь шла об обслуживаниях во время класса. Сейчас напомню на расходах. Нет? Я говорю о других расходах. Мы говорили, что с SolarEdge нужно в два раза меньше линии. Поэтому так много кобелей не нужно покупать. Я покажу вам еще раз, но вы можете легко это продемонстрируете. В ABB нужно 180 кобелей. В SolarEdge есть только 90 кобелей. Какое вы говорили? 180 кобелей, например. С ABB нужно 180 кобелей. А с SolarEdge можно только 90 кобелей. Половина. Можно? Какое максимальное количество панелей последует? Я не знаю, в одной странице. Мы поговорим о дизайне. По дизайну мы будем говорить вечером. Это 11,25 кВт в одной странице. Или, в некоторых случаях, даже 13,5 кВт в одной странице. В некоторых случаях 13,5 кВт. Но мы не говорим о дизайне. Но прямым вечером еще будем к этому вращаться. Но вы можете легко выяснить, сколько DC кабелей вы используете для системы. И вы можете заработать деньги на DC кабелей. Вы вычислить деньги на DC кабелей. Вы вычислить деньги на MC4-коннекторах. Вы не должны купить никакого даталогера. Вы будете экономить деньги на MC4-коннекторах. И на даталогерах тоже. Вам они вообще не нужны. Вы можете легко вычислить стоимость баланса системных компонентов для ABB и SolarEdge. Здесь есть номер для ABB. Здесь есть номер для SolarEdge. Вы можете увидеть результаты. Тем, сколько вы будете тратить денег на эти компоненты в ABB и SolarEdge. На 50% SolarEdge получается меньше. То есть, 50% меньше вы тратите на MC4-коннекторах. То есть, 50% меньше вы тратите на MC4-коннекторах. На MC4-коннекторах, на даталогеры. Если вы вычислили на 100% в Ватт. Если мы снова пересчитаем на 100% в Ватт. Здесь есть стоимость для ABB. И здесь есть 50% на технологии SolarEdge. Получается, что ABB 1.1, SolarEdge 50% меньше. Теперь еще и гарантия есть. И продление гарантии. Попробуйте найти цену. Какой стоимость для ADV или Huawei. Найдите где-нибудь, где написано, сколько стоит продление гарантии у Huawei или у ABB. На 20 лет. На 20 лет. На 25 лет. У нее есть стандарты 5 лет. 5 лет 5 лет каждые следующие 5 лет 350 минимум и мы имеем 27.6 кВт это немного маленькое чем Huawei но может стоило 396 или 420 лет 27.6 кВт стоит где-то 360-370 евро на все 20 лет Считать это очень легко можно опять же санконоват Here is the cost for inverter replacement for 20 years for SolarEdge and for ABB 1.3 Это очень легко можно почитать на шок цифры Then let's talk about the cost for inverters for 20 years We talk about operation and maintenance We talk that we can save some money in the modular Now let's talk about technology In this case we are calculating that we are calculating only 10% of the yearly cost We said that the yearly cost for operation and maintenance is 1% of the investment cost So if you have an investment cost you can calculate 1% yearly is the saving and maintenance cost 1% of the year and we can save 10% out of this money You can easily calculate what is the operation and maintenance cost for 20 years for ABB and with the savings for SolarEdge again if you recalculate cents per what? Again, if you recalculate cents per what? You can go here this is the cost this is the cost of SolarEdge and this is the cost of 14.2 Now calculate all the cost all together for 20 years So this is the cost lifetime cost of the inverter for 20 years So this is the cost for SolarEdge and this is the cost for Standard Inverter So tell me now what is cheaper Is it the standard some kind of Chinese Inverter? Or is it some kind of better technology for example? But you really need to think in 20 years it's a financial asset it's not an investment for 3 or 5 years If you have a chance to talk with the investor it's not a problem to explain this If you have a chance to talk with the investor it's not a problem to explain it That we are having a very growth rate in the commercial sector now Now we have a huge growth rate in the commercial sector For instance in Lithuania there are subsidies for this kind of commercial banks One company started to visit all the investors which are getting this subsidy and most of them 80% of them are interested in this technology because of this kind of technologies LITWA например сейчас дает субсидии на очень большие коммерческие заводы такого плана и допустим одна компания стала ездить по всем потенциальным инвесторам которые получили такие субсидии и все очень заинтересованы в подобных технологиях и это только денежная сторона при этом есть еще очень хороший дизайн очень удобный есть повышенная безопасность тарифы на обслуживание тоже очень интересно когда начнется субсидия в общем-то это от вас зависит если есть какой-то большой проект мы можем помочь с дизайном как я уже говорил наш один из менеджеров директоров из Украины он много сотрудничает мы можем вам предоставить анализ системы пивисис также мы можем вам рассчитать окупаемость базовую и вы можете играть с цифрами здесь можно играть то что желтым выделено это все варьируется вы можете вставить свои цифры которые у вас здесь есть но я знаю это не легко понимать но если у вас есть еще вопросы я рада вам объяснить но сейчас давайте это просто понять может если у вас есть какие-то вопросы я бы на них позже ответил а сейчас пойдемте поогнетаем ну давайте давайте сейчас вопросы окей а у вас вопрос только есть по мониторингу существует такая тестовая площадка которая под ключер мониторинг здесь и сейчас я бы хотел задирать это сначала чтобы у меня в телефоне ну доступ мониторинг не было надеясь заканчиваем когда можно это показать нам тест 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 я могу показать живые примеры без проблем совершенно но но если вы сейчас перейдете на solarage.com там есть так называемые два раздела общественные инсталляции и демоинсталляции вы всегда можете сделать свою систему вы всегда можете публично сделать свою систему и тогда в мире любой человек будет видеть вашу систему но это не полный монеторинг это не полный монеторинг это не полный монеторинг там есть только две кнопочки это чертеж и дешборд вы будете видеть какую-то информацию но это не полноценная система я покажу вам когда мы вернемся с обеда я покажу конечно что такое большое проект для вас как для представителя завода когда вы спранировали комплексы что для вас есть большие проекты для вас знаете для начала можно даже 100 130 кВт и на начале 100-130 кВт например если у вас есть что можно играть и показать другим клиентам я думаю что Майкл будет рад вас поддержать эта система одна фаза которая была в нашей сети вы говорите что для часа когда мы одни и только одна фаза в нашей сети вы говорите трехфазная вот эти мощные системы трехфазные вот эти мощные системы трехфазные но мы не имеем трехфазные системы да есть трехфазные для частных домов трехфазные коммерческие коммерческие они начинаются в 15 в 15 в 17 где коммерческие Действительно, нужно понимать, что тогда нужно использовать коммерческие оптимизаторы. Артемизатор коммерческий, который работает с двумя панелями, он работает только с теми модулями, которые начинаются от 15 и выше. Например, как это в Швеции работает? Не знаю, хорошо ли это. Они покупают 15 кВт инвертор, они устанавливают 10 кВт модулей. Устанавливают 10 кВт модулей, это возможно, потому что у нас фиксированный вольтаж. И они используют один оптимизатор на два модуля. И они постоянно раз в год добавляют много. У нас тоже это возможно за счет того, что мы ставим инверторы на большую мощность. Мы их практически по документам проводим, соответственно увеличиваем мощность. И я думаю, что вы можете использовать, конечно. Да, конечно. Без проблем. Я просто пытался объяснить, что коммерческий оптимизор, когда у вас один оптимизор для двух модулей, можно только использовать 15 кВт инвертор. Это così. Продолжение следует...